Приветствую вас! Давайте попробуем по порядку разобраться с тем, что у вас происходит. Значит, вы пишете, что четыре года назад вы начали встречаться с девочкой, который вас очень сильно любил, но две недели назад вы поссорились, вы ее обиделись, и она сказала, что это все и так не позволит больше никому ее оскорблять, и уже месяц почти вы не общаетесь. Значит, ответ у вас, товарища, это вы пишете, что две недели назад вы ее обиделись, то, соответственно, как вы можете почти месяц не общаться с ней. Это первое. Второе. Значит, ну, если четыре года вы встречались с человеком, и у вас, допустим, не было никогда ссор, допустим, у вас не было никогда конфликтов, допустим, вы никогда не, ну, не встречали разногласий, то как бы вы ее не обидели, и, ну, чтоб вы не сказали, вряд ли она бы так вот вас оттолкнула бы, да, и, собственно, вряд ли бы она так прореагировала бы на вас. То есть здесь очень важный элемент именно ссоры самой. То есть почему вы так вот на нее отреагировали? Почему вы вот так вот себя с ней повели? С чем это связано? Такая вот ваша поведенческая реакция. Понимаете, скорее всего, скорее всего, проблемы были еще и до того, как вы начали, ну, до того, как у вас возникла вот эта вот ситуация. Скорее всего, недовольство, оно копилось у девочки, в частности, и вылилось в итоге вот в такой вот момент, в такую вот реакцию, значит, ну, на вас. И надо сказать, что вы пишите, что я пробовал, я перепробовал много всего, чтобы ее вернуть, но у меня ничего не получилось. Вообще-то, если взять за аксиому именно то, что у вас с ней уже были какие-то проблемы ради, ну, до этого момента, до того, как вот произошел конфликт, то обычные изменения вам по сути дела не так сильно и помогут, потому что проблема здесь не в изменениях, проблема здесь не в слове, а в смысле. И для начала, для начала все же стоит подумать вот о чем. Почему девочку вашу так сильно задело то, что вы ей, например, сказали? Ведь казалось бы, ну, понятно, да, ну, сказали что-то в порыве, там, в порыве эмоций, в порыве, может быть, даже гнева, то есть здесь... Уверен, она вам сама, в принципе, тоже что-то такое говорила, не очень приятно, и ссоры, наверное, между вами были. То есть я хочу сказать главное, я хочу сказать, что за этим конфликтом что-то стоит, что-то, что вы, скорее всего, для себя упустили, что-то, что вы, скорее всего, не осознаете. И вот это является самым главным и самым важным здесь, не осознавание вами конфликта, который произошел, да, который имеет место быть. И, соответственно, возникает тогда вопрос, а почему же вы не поняли, вот, что в наличии какой-то конфликт между вами и девочкой. Сейчас вам нужно ее оставить в покое, сейчас вам нужно, не нужно, точнее, как-то на нее давить, сейчас вам не нужно как-то ее к чему-то принуждать, Сейчас вам нужно оставить девочку, собственно говоря, в покое, сейчас вам нужно просто-напросто занять немного выжидательную позицию, чтобы она отдохнула от вас, чтобы она побыла без вас, Потому что, если вы не даете ей возможность, значит, побыть без вас, то, соответственно, эту ситуацию достаточно сильно усугубляет. Если вы не даете ей возможность, если вы не даете ей возможность, побыть именно без вас и немножечко отдохнуть от вас. Вот. После чего, после того, как пройдет время, попробовать с ней завести диалог, наладить общение, только такое, вот, знаете, на уровне непредназначенного общения, и после этого просто-напросто наладить постоянный контакт, чтобы он у вас был. Постоянно. Все время. Потом, после того, как, значит, этот контакт будет, вам необходимо постепенно-постепенно стараться не сближаться и попробовать просто уловить момент и постараться скорее извиниться. Вот. Но однозначно вам нужно для себя, хотя бы для себя, понять какую вещь, что вами двигало, когда вы ее обижали. Я имею ввиду девочку свою. Что вами двигало, когда вы ее обижали? Постарайтесь это для себя понять. Ну, ко мне кажется, не просто же так вы ее взяли и обидели. Что-то же подвигло вас на это. Так. В этой ситуации нужно разбираться. В этой ситуации много непонятных моментов. Но если, как вы говорите, значит, что вы где получаете отказ, то однозначно стоит сказать, что вернуть ее у вас не получится. Такими отношениями, как они были, они уже не будут. Они будут другими в любом случае. Они будут иными. И вам нужно быть готовы к тому, что она будет относиться к вам по-другому. То есть она уже не будет так безумно, как вы пишете и вас любить. Возможно, она будет относиться к вам по-другому, потому что вы ее разочаровали. И вам нужно быть готовы к тому, чтобы на протяжении довольно продолжительного времени убеждать ее в том, что вы раскаиваетесь, что вы сама хотите быть с ней и что ее слова не были направлены на нее. Если вы будете говорить, что вы действительно сами переживали проблемы и просто не выдержали и на нее перенесли свой конфликт, у вас появляется шанс на то, что вы, она вас в конечном итоге простит. Но и унижаться постоянно перед ней и постоянно бегать за ней, это тоже не есть хорошо. Так вы снижаете свою ценность для нее и постоянные унижения не красят вас в глаза к девочке. И потому самое сложное здесь, самое такое вот тонкое здесь, это найти золотую середину между стремлением убедить ее в том, что вы раскаиваетесь и сохранить лицо. Потому что если вы не будете загранять лицо, то очень может быть такая ситуация, что девушка просто-напросто не будет вас вообще ни во что ставить и по сути дела не будет вас уважать. И тогда возникает вопрос, известный вопрос, за что боролись. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!